5 июня адвокаты Инга Габелая и Виктория Джинджолия подписали соглашение о представлении интересов задержанного органами внутренних дел Тимура Сергеевича Макеева. В тот же день защитники обратились к ведущему это дело следователю, предоставив ордеры и ходатайство о приобщении к делу характеристик. И в тот же день адвокаты потребовали встречи с подзащитным. Следователь сказал о том, что он посоветуется. На сегодняшний день это было где-то без 15,6. Мы зашли на территорию УВД. Нам сказали о том, что посоветуются с начальником следствия Айба Ириной Руслановной. И после этого нам дадут ответ, можно ли пообщаться с нашим подзащитным или нет. После чего зашел следователь и сообщил о том, что начальница следствия не разрешает нам увидеться с нашим подзащитным. Естественно, мы отреагировали сразу же. Позвонили заместителю прокурора города Трапшалясу Леонидовичу. Он моментально отреагировал. Позвонил начальнику следственного отдела УВД по городу Сухом Айба Ирине Руслановне. И, скорее всего, предупредил о том, чтобы не нарушались права адвоката. Как бы с утра отговора мы не знаем, но сразу же после звонка прокурора зашла начальница следственного отдела УВД по городу Сухом Айба Ирине Руслановне. И сообщила о том, что как будто бы она перепутала, что следователь неправильно изъяснил желание какого-то лица. И как будто бы подумала, что жена просит свидания. После чего сказала, что, конечно же, адвокатов мы запустим. Но 5 июня, несмотря на устные договоренности, встретиться с подзащитным адвокатом так и не удалось. В УВД ответили, что такая возможность представится завтра, то есть в субботу 6 июня. На этот день был назначен суд по избранию меры пресечения. Мы не могли допустить как защитники, чтобы мы пришли на процесс, не увидевшись предварительно с нашим подзащитным. Более того, к ходатайству об избрании меры пресечения представляются документы, которые должны быть по закону переданы на подозреваемому. А от подозреваемого при свидании он передает нам эти документы. То есть это обычно 20, 30, 40 листов, с которыми необходимо время на ознакомление. Мы пришли заблаговременно в УВД города Сухум, ближе к 12 часов дня, где также попросили свидания, чтобы мы имели возможность увидеться с нашим подзащитным. Мы постоянно звонили следователю и просили свидания. На пропускном пункте УВД нам сообщили о том, что сейчас созвонится с руководством и доложит ситуацию. На что нам сказали, что сегодня вам свидание никто не даст и увидитесь, пожалуйста, на процессе. Исследователь позвонил одновременно в этот момент и сказал, что в 4 часа будет процесс, приходите туда. На что мы сказали, что будет ответная реакция, и мы не будем являться по вызовам следствия до тех пор, пока нам не предоставят возможность увидеться с подзащитным по той причине, что мы должны как минимум ознакомиться с материалами, приобщенным к ходатайству. Таким образом, в субботу мы не увиделись. Зато увиделись родственники нашему подзащитному, которому мы передали о том, что судебное заседание состоится в 4 часа дня. Родственники были шокированы его внешним видом, он прихрамывал, у него был выбит зуб, и фингал был под глазом, синяк. Это нам известно со слов родственников. Правда, этого мы маркива Тимура Сергеевича не видели, и сами даже визуально не представляем до сих пор, как он выглядит, только по фотографии, которые представлены родственниками. В субботу процесс не состоялся по той причине, что явка адвокатов не была обеспечена. И отложено рассмотрение, вот получается, будет рассматриваться вопрос завтра, 10 июня 2020 года, на 96 часов отложено разбирательство. В нерабочее воскресенье адвокаты в УВД не приходили, но в понедельник, 8 июня, вновь затребовали встречи с подзащитным. Помимо этого, юристы хотели встретиться со следователем или начальником следственного отдела. На тот момент Габелая и Джинджолия хотели подать жалобу и ходатайство о медицинском освидетельствовании своего подзащитного. Его Макееву провели. Об этом на своей пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Дмитрий Дбар. По его словам, руководство на информацию отреагировало незамедлительно и заместитель министра направился в УВД. Данный гражданин, который задержан, по 155 статье 4 части, он был доставлен в СВС в кабинет. Визуальный осмотр, то есть заместитель министра произвел. Там, мало того, находился еще депутат городского парламента Пилия. То есть они поговорили с осужденным. Никаких визуальных побоев у него нет. Час назад буквально мне принесли судмедэкспертизу, где уже врачи его посмотрели. Они тоже дают заключение. Вы можете потом у нашей пресс-службы взять, что у него никаких побоев нет. И, если честно, я считаю, что не в соцсетях надо писать и призывать. Ну, добиваться, если несправедливый приговор был или какое-то решение было, или действие сотрудников милиции, есть надзирающий орган прокуратура, писать туда. И они будут наказаны по закону. Но хочу сказать, что не настолько невинен данный молодой человек, о котором речь идет. Он дважды у нас судимый. То есть это в 2013 году по аналогичной статье и в 2016 году по аналогичной статье. В данный момент он подразвивается в краже в размере 425 тысяч рублей. Это особо крупный размер. То есть ранее, что он был два раза судимый, это аналогичная статья, что и сейчас. Я понимаю, что для каждого родителя, супруги, его родной человек – это чистый человек. Но он у нас подозревается. Мы считаем, что у нас есть веские основания для его задержания. То есть он, можно сказать, наш клиент постоянный. И в отношении него, если были бы какие-то побои, я принял бы незамедлительно кадровые решения. Меж тем, в понедельник увидеть своего подзащитного адвокатам также не удалось. И защита официально направила в прокуратуру свои претензии. На что дежурный созвонился, я не знаю, с кем он созванивался, но ему сообщили. Он нам передал такую информацию, что вас никто не звал. То есть на сегодняшний день мы на территорию УВД не можем даже пройти в канцелярию, чтобы подать какое-либо заявление или жалобу, какое-либо ходатайство в адрес следователя. Мы должны получать согласие или вышестоящего руководства УВД, или начальницы следственного дела. То есть, в принципе, это нас даже лишают возможности подавать какие-либо документы и недовольство. После чего мы обратились в городскую прокуратуру. И практически прокуратуру попросили быть курьерами. Написали заявление о том, что нас не допускают на территорию УВД. Мы не можем увидеться со своим подзащитным. И в связи с чем мы просим прокуратуру, чтобы они передали либо следователю, либо начальнице следственного дела документы для приобщения к материалам уголовного дела и для реагирования. В канцелярии прокуратуры города Сухом мы встретили Айба Ирину Руслановну. Это непосредственно начальница следственного дела. Но что она сказала, это не я, я к этому отношения не имею. Но если начальник следственного дела УВД по городу Сухом не имеет отношения к тому и не решает вопросы, запускать адвокатов или не запускать, ну тогда, я не знаю, кто может эти решить вопросы, потому что это находится в непосредственном ведении начальника следственного дела УВД по городу Сухом столичного. В тот же день родственники подозреваемого сами направились в УВД с целью встретиться с начальником ведомства. К процессу в роли посредников подключились председатель Сухомского городского собрания Константин Пиле и депутат горсобрания Тимур Купалба. Насколько я знаю, что начальник их пропустил, но очень еще неприятный диалог состоялся с балкона УВД. Начальник кричал на родственников нашего подзащитного, что пусть наш подзащитный откажется от адвоката Габилая и Джинджоли, и после этого любого другого адвоката запустят. Мы признаем реакцию незамедлительную Тимура Купалба, депутат городского собрания Константин Эдуардович Пиле, он подъехал сразу в городел, была незамедлительная реакция от них. Они поговорили с начальником городела, на что, как нам стало известно со слов уже представителей депутатов городского собрания, о том, что оказывается в помещении городела нет комнаты для длительного свидания. Нас эта фраза честно оскорбила, потому что адвокаты не приходят к своим подзащитным на длительное свидание, ни на суточное, ни на длительное. То есть мы крайне были возмущены этой фразой. В связи с этим уже была реакция и с моей стороны. Многие пытаются сказать, почему Фейсбук именно, потому что именно таким способом получается наиболее быстро отреагировать. Мы обратились и к уполномоченному по правам человека, и в прокуратуре города Сухом знают об этой проблеме. Для нас цель не бюрократия заниматься, хотя непосредственно мы эту тоже роль и функцию свою выполняем. Для нас быстро принять меры и среагировать как можно быстрее. Поэтому мы просим высшестоящее руководство Министерства внутренних дел обратить на данную ситуацию внимание. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар сослался на надзирающий орган, то есть прокуратуру. Никто не мешает адвокату написать туда. Прокуратура присылает представление на имя министра. Министр уже реагирует. Устные мои поручения были даны. В данный момент данный заключенный сейчас будет перемещен в СИЗО Дранда, где никаких помех для адвоката не будет. И вообще я считаю, что на своем уровне адвокаты должны как-то наладить взаимодействие с правоохранительной системой, а не митинговать в окон и писать в интернете. Мое личное мнение я выражаю. И писать то, что мы как бы сотрудники УВД пошли там и начали избивать или зубы выбили, это клевета, можно сказать. А как так? Почему это не нашел судмедэксперт? Почему не нашли мы этого? Он ни одного синяка не имеет, ни одного побоя не имеет. В чем проблема? Как нам сообщили в Генеральной прокуратуре, от адвокатов Габелая и Джинджоля действительно 8 июня поступила жалоба, в которой они просят рассмотреть действия сотрудников УВД. По результатам органам надзора будет принято решение. Наша съемочная группа продолжает следить за развитием событий в этой истории. Эленора Гилаян, Раму Камке, Абаза ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова